Девушки отдыхают По Beyond Two Souls, тем более что игра, скажем так, она пока что не вызывает у меня слишком положительных эмоций, как-то ни то ни сё, как-то 50-50, и поэтому, собственно, я решил, что я её просто добью на Твиче, потому что записывать её и монтировать это, тратить просто уйму времени на игру, которая, честно говоря, как-то меня не вызывает такого сильного желания в неё играть, в общем, вот как-то так оно всё. Всё, анонса стрима я никакого не делал, просто вот кто сейчас придёт, тот придёт и будет замечательно, тот посмотрит. Вот, я не знаю, чё-то у меня звук, я не знаю, где можно настроить звук потешевой игры, потому что чё-то как-то громко. Так, ну здесь всё понятно, управление... нет. Как играть, да понятно, а где здесь настроить звук? Потому что есть подозрение, что меня плохо слышно. Ну, короче, не знаю, ладно, давайте продолжать далее. Мы всё ещё находимся на задании... находимся на задании... да, кстати, не удивляйте, что звук от голоса немножко другой, это... это нормально для... Это особенность аудиокарточки на самой консоли. Так что вот такая вот фигня. Сейчас надо будет проверить всё-таки одну вещь. Может, я отсюда смогу звук прибрать? Я ухожу. Ты понимаешь, Салим? Извини, но тебе со мной нельзя. Ты очень храбрый, Салим. Однажды всё это кончится. Мне кажется, детства у него уже не будет. После того, что он видел, для него, по-моему, детство закончилось. Так, теперь меня интересует... Можно ли как-то подкорректировать звук? Не, ну пипец вообще. Дэвиду Кейджу за это голову надо оторвать. За то, что нет настроек звука. Ну ладно, придётся вот так вот играть дальше. Та-та-та-рам, тара-та-та. Блин, я забыл, как... Я уже забыл, какое здесь управление, честно говоря. Вот реально, я забыл... Я забыл местное управление. Так, окей. Вроде никого. Вроде никого не наблюдается. Мне уже вот этот Metal Gear Solid порядком подзадолбал. Так. Вот так вот, спать. Вот. Джамал здесь. Так, теперь поищу укромное место рядом с домом. Где-то предлагаешь укромное место искать. Но вообще как бы надо внутрь. Почему бы... Нет. Ты знаешь, что делать. А, типа я сейчас с Айденом должен путешествовать. Сейчас узнаем. Сейчас выясним. Блин, далеко. О, на мать. Больно? Наверное. Так-с. Так-так-так-так-так-так. Ну, сейчас опять перестреляем тут всё. А, нет. Типа мы пойдём внутрь. Понятно. Окей. Найти оружие, да? Окей. Где? Где-где-где будем искать это дело? Так, я вижу пулемёт на машине. Ну, как-то... Как-то ладно. Как-то ладно. Ладно. О! 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 Замечательно. Спать. Затупил, молясь. Нормально. Взяли оружие, пошли стрелять. Приказ, есть приказ. У него руки в крови, и он это застушил. Не оправдывай себя, хватит уже. Я убью его. Убью его. Всё, успокойся, пожалуйста. Открой мне дверь. Надо убедиться, что Джамал мёртв. Быстрей. Эм, где тебе дверь открыть, я не понял. Эту, что ли, дверь? Нет. А, вот эту. Отлично. Вроде как всех перебили, так что всё прекрасно. Так, он точно дохлый. Так, ну... Трупешник есть трупешник. Мономарс, здравствуй. Вот так вот. Только не говорите мне, что это, например, типа... Ага. Понятно. Жёсткий поворот. Ага. Да. Ну а что мы здесь сделаем? Мне кажется, он... Да. Жуть. Просто жуть. Я не знаю, а мог наш герой остановиться в этот момент? Чёрт. Твою мать, что это за звуки? Да. Я не знаю, там, залезь в машину или что. Да беги уже, беги. О, что началось? Валим, 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 валим. Блин, ей прострелили ногу. Вот твою мать. Давненько стримов не было, да. Я просто хочу в отпуск уйти, но меня напрягает, что у меня Beyond Two Souls недопройденный. Поэтому я его решил добить на стриме. Запрашиваем его, а вы так поняли. Ну подтверждайте. Да подтверждай уже. Чёрт, чёрт. Чё будем делать-то? Так, Хайден, давай. Тащи миг. Вставай, детка, вставай. Нет? Ещё не всё? Ладно. Так, чё делать-то? Да что ты орёшь? Я тебе уже вылечил ногу. Ты чё это? Что с тобой не так? Так, как... С какой бы стороны... Чё мы можем сделать сейчас? Виктор Ланской, привет. Так, я не знаю, что делать. Так. Ну нога же вылечена, ёлки-палки. Ах, вот оно чё. Виктор, я... Перед тем, как свалю на какое-то время... Ты чё, с ума сошла? Я перед тем, как... О, перед тем, как я свалю в отпуск, я планирую просто добить Beyond Two Souls за сегодня. Отлично. Вставай, девка, вставай. Долго же они двери ломали. Учитывая, сколько времени я здесь тупил. Да давай, 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 уйдёшь-то, я уверен. Давай, вали оттуда. Ну и чё? Блин, нас окружили со всех сторон. Жуть. Ну, наконец-то. Держи. Я тебя вытащу. Наконец-то пришло подкрепление. Злой пират, здравствуй. В такой ситуации многие бы сами себя убили, а то если в плену будешь, то могут кожу с живьём снять. Ну да, нам же тут рассказывали, что могли привязать к джипу и проехаться по всему городу. Ну то есть не привязать тебя к джипу, а в смысле тебя джип будет тащить по земле. За шесть лет в ЦРУ впервые такое вижу. Босс посылает за агентом личный вертолёт. Всё начальство от тебя в восторге. И от Айтона тоже. Только всё равно в итоге пацан-то помил. Пацана убили отца. Что было до твоего прихода? Ну, не так много. Военные действия были. Как твоя нога? На таблетках терпимо. Таблетки вместе с алкоголем. Не самое хорошее сочетание, честно говоря. Так, ладно. Я вообще к журнала тянулся. В журнале, я так понимаю, ничего интересного. Печаль. Международное сообщество признало легитимным правителем страны новоизбранного президента Джамала Шейха Шарифа. Джамала Шейха Шариф один из опаснейших людей в стране. И вдруг стало известно, что он и члены его правительства были холоднокровно убиты неизвестной группой диверсантов. На президента Джамала Шейха Шарифа возлагали большие надежды. Он обещал положить конец многолетней гражданской войне. Лидеры мировых держав уже выразили негодование Вот этот поворот. Найди Джамала и устрани. Ты мне враг. О чем это ты? Джамал не повстанец. Он президент. Законный избранный президент. И что? Мы не политики. У нас был приказ. Ты знал, что я бы отказалась. И ты наврал мне. Добро пожаловать в ЦРУ. У нас тут не принято разводить сантименты. Был приказ, мы его выполнили. Вот и все. Ты не можешь, ты срать на все. Но я не убиваю людей только потому, что они не приглянулись нашим генералам. Что такое? Понятно, почему она потом сбежала оттуда. И понятно, почему ее потом разыскивало ЦРУ. Покойся, вернемся домой и все отсудим, окей? Я обманул. Ты сделал из меня убийцу. Да какая разница? Его все равно бы трохнули. С тобой или без тебя. Свои-то кровь на руках. И за меня мальчик лишился отца. Я верила тебе. Я верила, что поступаю правильно. Мне интересно, это Айден творит. Игрушка. Марионетка, с которой можно делать, что хочешь. Сильная турбулентность. Черт. Понятно, турбулентность. Я не справляюсь. А то и ночью меня ты тоже брал. Черт, ради бога, ты нас угромишь. Нет, ничего не будет. Лучше. Сади. К слову, народ, я проплатил 12-месячную подписку на PlayStation Plus. Так что спасибо вам за это, народ. Правда, было очень тяжело деньги выводить. Какая-то лажа началась у вебмани. Уже неделю невозможно деньги вывести на карту. Приходится обходными путями все это делать. Клэйтон Докинс. Клэйтон Докинс. Клэйтон Докинс. Вот этот момент, вот этот момент классно поставлен. Вот сейчас даже прям мороз, прям мурашки-то бы нами заходили. А вот с Ленуар, кстати, возникла проблема со звукозаписывающей компанией. Пришлось убирать видео, к сожалению, с канала. Их можно посмотреть все еще в группе ВКонтакте, но на Ютубе я их убрал, потому что там что-то... Ой, там полу... такой четвертиный страйк прилетел после апелляции. То есть это когда ставится небольшая блокировка. Ну, грубо говоря, у меня сейчас немножко подпортилась репутация. Ну, у меня такое было, когда я в GTA 5 играл, было в одном из эпизодов такая проблемка. Вот, поэтому пока не знаю, как с Ленуаром буду поступать. Ну, в общем, такая вот информация. Ладно. Так, вы не стали целовать Райана. Какой я молодец, 26%. Вы избежали поимки. Вы забрали оружие у солдата. Вас забрали с крыши. А что, могли не с крыши забрать, что ли? Интересно. Вас заметили в городе, вас заметили на блокпосте. Вы не пытались покончить с собой. Меня пугает, сколько здесь было разных вариативностей. Ну, ладно. Погнали дальше. Старые друзья. Это после Навахо. Ну, окей. Окей. Это, что ли, центральный парк? Джуди. Моя принцесса. О! Дай хоть взгляну на тебя. А он постарел немного. Боже мой. Ты стала совсем взрослая. Такая же красивая. Растеянная. Грустная. Как в нашу первую встречу. Ты не представляешь, как я скучала. А как Айден? 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 О, да. С возвращением, друг. Пройдёмся? Давай. Я волновался. Тебя ищут. Пришлось убежать. Выбора у меня не было. Такс. Докинс. Чё с ним? Как Нейтан? О, он теперь большой начальник. Глава ДПА. Да. С тех пор он далеко продвинулся. Кто-нибудь знает про мой звонок? Нет. Конечно, нет. Даже Нейтан. Стал бы я рассказывать, что встречаюсь с беглой преступницей. Такой колу я забыл. А ты? А, господи, это он. Ну, у меня свой отдел. Классифицируем потусторонних существ, определяем их веды. Вот так. Работа не приоритетная, зато я сам по себе. Я просила разузнать. Ты что-нибудь выяснил? В день твоего рождения некая Нора Грей рожала в госпитале ДПА. По бумагам ребенок был мертвый. Так, а кто отец? Отец. Про него ты что-нибудь знаешь? Его имя Джонатан Николс. Умер до родов. Инфаркт. Все, что я знаю. А что еще про нее известно? Немного. Знаю, только лет 20 назад она участвовала в научной программе ДПА. У нее тоже дар. Где она сейчас? Ее доставили в психиатрическую клинику. Сразу после родов. Судя по досье, она до сих пор там. А почему? Твою мать держит в психбольнице 24 года. Почему? Что с ней? Этого я не знаю. Извини меня. Я должна ее убить. Джоди, я тебя понимаю, но она в психбольнице. Едва ли она ответит на твои вопросы. Мне не нужны ответы. Мне нужна она. Неужели непонятно? Она моя мать. Я хочу взглянуть ей в глаза и понять, кто я такая. Джоди, это спецклиника под усиленной охраной. А тебя ищут. Ты объявлена в розыск по всей стране. Нельзя просто взять и зайти. У нее после Наваха очень быстро волосы отросли. На удивление. Эй. Ты же не думала, что я тебя одну отпущу. Решил ей помочь опять. Вечно он с ней в какие-то авантюры влезает. Что-то не так. У ворот никого. На парковке пусто. Не нравится мне. Не вернусь через полчаса. Уезжай. Чтоб я в машине отсиделся. Кол, кол, стой! Что-то мне кажется, что его убьют. Вот не знаю. У меня есть такое подозрение. Мне кажется, его грохнут. Вежливо попроси. Это всегда работает. Здрасте. Я пришла к Нори Грей. Покажите разрешение. Давайте в этот раз обойдемся без него. Может, мы с вами как-нибудь договоримся? Извините. Без разрешения никого не пропускаю. Может, его вырубить? Чувак. Поверь мне, это не самая лучшая идея. Эй, мы не знаем, где... Так, давайте посмотрим. Нашла. Нори Грей, седьмой этаж, палата 43. Палата 43. Ну, окей, погнали. Пока неплохо. Пока что все отлично. Главное, чтоб лифть сейчас не застрял. Иначе это могло бы быть, но... Няхти. Хе-хе-хе. Опаньки. Ну что? Айден. Надо открыть эту дверь. Да не вопрос. Добрый дядя Айден сейчас все сделает. Кстати, почему Айден? Это она его так назвала? Так. Я думаю, стоит вырубить этого парня. Охрана. Я слушаю. Не вариант. Так, нужно его, мне кажется... А, вот, другой разговор. Хорошо, Айден. Открывай дверь. Давай. История о привидениях. Ну, отлично. Так. Не заметил. Я боялся, что сейчас кто-нибудь выскочит. Сейчас тебе все Айден сделает. Так, подождите. А-па-па-па-пам-па-па-пара-па-пам-пам. Не поняли. Не поняли, что-то я... Так. По идее, вот же... Для карточки есть замок. Но непонятно, как я могу его использовать без карточки. Ага. Он слишком далеко. Такс, 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 такс. Надо его как-то подманить сюда. Вопрос только, как и чем? Опа. Так, а тут еще камеры где-нибудь висят. А то не хотелось бы, чтобы нас... Ага. Ща проснется. Это привидение. Так, ладно. Не стоит сходить с ума. Отлично. Я рад за веселый парень. Открываю двери. Господи, я не ожидал такого. Наверное, просто ветер, точно. Я, пожалуй, заберу эту карточку. Она нам может пригодиться. Знаете, у них психиатрическая лечебница как-то очень красиво выглядит. О, боже. Как же я боюсь психов. Давай скорее найдем эту палату 43. Ой, фак. Стоп. Я для начала здесь камеры повырубаю. Куда ты идешь? Стой. Блин. Эй. Куда ж ты? Блин, это зря. Ладно, он. Девку не должно быть видно. Она же разыскивается по всей стране. Да подожди ты. У нас тут проблемы с камерами как бы. Че это сейчас было? Че за звуки страшные? Открываем, господа. Открываем. Я помню, читал книгу про психбольницы. Как вспоминаю, так страшно становится. Ну да. Это страшная вещь. Возможно, она не в себе. Не факт, что она что-то поймет. Может, не надо. Это просто очень милое провидение с моторчиком. Да? Открываем, открываем. Нам, ну, мы сюда же не просто так приперлись. Мам, это я. Джуди. Как бы сейчас Кримера бы не было. Мамочка. Ты меня слышишь? Я сейчас чувствую, Айден тут поможет. Вот так вот. То есть она тоже принимала участие? Есть дар. Вы понимаете, насколько важен этот ребенок? Кто это говорит? Ты не сможешь. Мы и сами о них позаботимся. Так будет. Ты же знаешь. Нет, это твой ребенок. Не забирайте ее. Я передумала. Верните мне дочь. Нет, нет, нет. Я хочу видеть дочь. Покажите мне ее. Извините мне ребенка. Я хочу ее увидеть. Особой таланткой. Дайте мне знать, если вдруг случится что-то необычное. Увеличьте доступ, чтобы никогда не пришла в сознание. А вот оно что. Прости. Они ее накачивают наркотой. Ты че извиняешься? Все из-за меня. А как бы ты это проконтролировала? Господи. Включи логику, женщина. Вообще что ли упала с дуба? Что так? Что ты хочешь мне показать? Что за... Уничтожь этот... Айден, скорей! Моя девочка. Моя девочка. Я так боялась, что не увижу тебя. Я так скучала, Джуди. Вся думала о тебе. Что с тобой? Что они сделали? Это наркотики. Я же говорю. Бесконечный ад на его. Странно, обычно, кто на наркоте всех рай на его. Я ничего не могу сделать, как ждать конца. Я тебя вытащу. И я тебя спасу. Слишком поздно, Джуди. Уже поздно. И я люблю тебя больше всего на свете люблю. И всегда буду любить. Мама. Мама. Мда. Печально это всё Мне интересно, до конца игры нам всё-таки расскажут, кто такой Айден Так, я надеюсь, там не будет полиция, потому что я вроде как камеры везде вырубил По идее, всё должно прокатить Что такое? Я не знаю, для чего здесь можно остаться Да твою мать, я же вырубил камеры Я же вырубил их Как? Как получилось-то это? Какую я камеру пропустил? И где это мы? Чё это за место? Это что такое? Сейчас ещё выяснится, что... Нейтан злодей Потому что он же сейчас начальник ДПА, правильно? Давайте валить отсюда Это будет, как часто бывает с персонажами, которых играет Уильям Дуфо Что в начале Доброе-Доброе, а под финал внезапный переворот происходит У него, между прочим, немало таких ролей Что это за хрень? Нейтан? Он без очков Джоди, рад тебя видеть Я так за тебя переживал Ты похудел, а? Вид с измождённый Но главное, жила Пойдём в кабинет Она ничего не подозревает, что это как-то странно? Рассказывай мне, теперь всё по порядку А точно ли он дома, и точно ли он отдыхает? Я чё-то уже не доверяю Нейтану Он здесь похож на своего героя из Человека-паука Что-то он юлит Была не в себе Врачи допускали, что она может причинить тебе вред Она бы меня не тронула Нельзя было рисковать Я тогда был рядовым исследователем, Джоди Лишь через много лет узнал, как всё было Рассказывай правду Почему ты не рассказал мне про маму? Зачем скрывал правду все эти годы? Я хотел рассказать Но как объяснишь это маленькой девочке? Я Заботился Любил И защищал тебя, как мог И что дальше? Ты сдашь меня обратно в ЦРУ Ты это задумал, Нейтан? Ты здесь потому, что у них есть работа для тебя Кроме тебя с этим никто не справится Давайте ответим ему со злостью Я должна помочь тем, кто хотел меня убить? Я правильно поняла, Нейтан? Слушай, Джоди Зачем мне тебя слушать? Ты с ними заодно Зачем ты лгал мне про мою мать и приёмных родителей? Ради денег? Или власти? Или славы? Перестань, ты знаешь, что это неправда Я больше ничего не знаю Мы знаем, что ещё одна страна обнаружила инфрамир Они думают, что смогут управлять им Но даже понятия не имеют, с чем связались Если существа прорвутся Ты ведь знаешь, что будет, Джоди? Ну а я-то тут при чём? При том, что ты лучше всех понимаешь инфрамир Это работа Цейру Хватит с меня Они предлагают сделку Поможешь им И от тебя отстанут Ну конечно Так я и поверил Если откроются врата Глянет апокалипсис Ты можешь этому помешать Ну конечно, отстанут они от неё Она выполнит задание, они её грохнут Короче, далее Инструктаж То есть опять То есть она согласилась Твою мать И после этого она Вот там между инструктажем и прологом Остаётся совсем немного Похоже мы к концу потихоньку приближаемся По нашим данным В республике Казахстан узнали о существовании инфрамира В республике Казахстан Нашли врата И ведут эксперименты на секретной базе Расположенной в провинции Филханзя Неизвестно, как далеко зашли их исследования Но мы засекли довольно характерные колебания в инфрамире Значит, они могут взаимодействовать с той стороной Твоя цель Разрушить конденсор И всю связанную с ним аппаратуру Даже если мы уничтожим конденсор Врата останутся Постройка нового конденсора Затратное предприятие Это даст нам больше времени Чтобы лучше изучить инфрамир Очень важно Предотвратить нападение оттуда Наверное, там будет усиленная охрана Мы ожидаем, что база будет под охраной военных Ваш отряд Отряд Зовите их, Марла Здорово Привет, подруга С тобой будет отряд Клейтона Это опытные диверсанты, умеющие действовать скрытно Да япона, мать Вы что, издеваетесь, что ли? Удачи Никого другого нельзя было найти Он контактные линзы, что ли, начал носить? Просто почему очки у него отсутствуют? Не хочу тебя потерять Я в этом вижу какую-то... Какую-то хитрость Возможно, потому что этого персонажа играет Уильям Дефой И я все время пытаюсь найти какой-то... Какой-то перевертыш Рад тебя видеть Да ты че? Я постараюсь Не дать Айдену тебя убить Но не обещаю О, как... Так... Начало отличное Начало просто супер Ее че, поймали в плен? Ой, да не гони Замечательно Мне это начинает надоедать Если не хочешь разговаривать, придется вас убить Опытные диверсанты, говорите? Я бы и так охотно убил вас Но зато быстро и без лишней боли Вот твою мать Теперь ваша смерть будет... Медленная Че ты ходишь вокруг меня? И очень мучительная Иди у дон жри Кстати, да, где Айден? Че вообще произошло? Опытные диверсанты Как их поймать-то умудрились? Какие-то эти опытные диверсанты неопытные Это точно здесь? Ну, координаты верные Вечет все сильнее Что же нам сделать? Снимай штаны и беги Ты слышишь, Айден? Ладно Сейчас я найду вам тут все Сейчас я вам тут все найду Ну, вот было бы неплохо Блин, здесь метет везде А дальше не получается Тихо-тихо-тихо-тихо Спокойно Да я понял О! Вон там есть дом Понял Идем Ай, у меня тут, кстати, на днях Так много снега выпало Вроде март А сугробы Короче, кто-то очень плохо сжег чучело зимы На масленицу Хоть бы лыж занесли внутрь Вот их по лыжам, наверное, и нашли Обычная рыбацкая деревня Информатор нас кинул Такие дела Надо двигать, а то Замерзнем насмерть в этих сугробах Три дня Шли по льду Жрали снег И впустую Плохо жрали Вон его сколько Жжать вы того, кто нас сюда пошлал Эй! Вы задрали уже своим нытьем Нечего сказать Закройте рот Ребят, я замерзла Давайте костер разведем А потом уж будем ругаться Опытные диверсанты Она права Опыт прямо клещет Оставаемся здесь и переждем бурю Из всех отверстий Я выйду на связь со штабом Чем разводить будем костер? Так, че, че, че мне сделать? Че? Все мокрое Да, я Черт Все насквозь промокло Тормоз рулит Надо что-то придумать А то и ночью не протянем Да вообще Ну, более-менее согрелись Ой Офигеть, столько событий За 50 минут произошло Сергос там сидит Комментарии на ютубе пишет Вместо того, чтобы сюда на стрим прийти Ну, связь есть? Нет, из-за бурана не получится Все еще злишься, да? Ну, ты догадайся Ясно Это вряд ли изменит твое мнение обо мне Но мне жаль, что так вышло Ты прав Мое мнение не изменилось Так, ладно, че будем делать-то? Я отойду Надо бы поссать Далеко не уходи Минус 40 В такую погоду не до прогулок Так, сюда Сюда зачем? Для чего? Че она хочет-то? Ой, ну не падай ты В раскорячку идет Ой Сдувает Больше каши есть надо было О, господи Дэвид Кейдж Какого хрена? Я боюсь, она там может подхватить цистит Обморозить себе мочевой пузырь Будет потом Полная задница Сам болел циститом Знаю, что это за херня Без поления мочевого пузыря Они здесь Я видела Где? На главной дороге Конвой бронемашин Мимо меня проехали Тебя видели? Нет Вроде бы не Погнали За ними идем Идем Да-да-да Все На лыжи И поехали Блин Лыжи дома есть Еще со школьных времен Пластиковые Фишер А вот Ботинок нет Надо бы ботинки себе приобрести А то что-то как-то Зимой прям И не покатаешься Айден, глянь, что внутри Ща гляну Только вы там Не обморозьтесь Ёбкарный динамит Там солдаты Они выназят ящики В подлодке В подлодке? То есть в водах В подлодке Похоже, внизу подводная база А на подлодках доставляют грузы Сколько солдат? Я вижу троих Пусть Айден их уберет Айден? Устрани И снова вы Из Айдену Убийцу делаете Так, ну че Пошли из них Конину делать Кумыс из них Выдавливать будем А как их устранить-то? А, понятно Все, понял. Вот вообще идет такой, не волнуется. Видел только что, как его напарник завалил другого своего чувака и просто так идет смело на него, без каких-либо вопросов и подозрений. Ну вообще. Вообще-вообще. Овощи. Вы же любите овощи все, да? Могли бы дать и мне на кнопочку нажать. Овощи. Овощи. Твою мать. Прости. Идиот. Предупредить не мог. Так, что будем делать? Господи, что за придурки с нами в команде? Дайте подумать, ладно? Думаешь, на китайском говорят? Ну, возможно. Я умею пилотировать подлодки такого типа. Господи, а что ты не умеешь? Ну да, прямо на ней и пойдем. Они ничего не заметят. Идея просто класс. Верное самоубийство. Предложи идею лучше. Объясни мне, что ты делаешь? Ищу решение проблемы. Прекрасная идея, но они нас быстро распутят. А может и нет. А врата эти сами собой не закроются, так ведь? Ладно. На расстоянии прокатим. И что? Спустимся на подлодке. Там посмотрим. Я с ней. Шапки, как советская армия. Готовьте пути отступления. Когда мы вернемся, нам придется уходить очень быстро. Я так вижу, вот. Сверху молот наверху. Давай взрывчатку. Что-то мне так быстро научиться переодеваться. Ты ведь понимаешь, что мы можем не вернуться? Да. Это я сразу поняла. Не вернемся, так не вернемся. Погнали. Могли бы нормально Казахстан сделать. Нет, давайте вставим лица китайцев и язык тоже. Не, ну там вообще как бы Казахстан или что он там, как он там называется. Я же пошутил насчет Казахстана. Господи, в этой игре чего нам только не дают делать. И на мотоцикле мы катались, и автомобиль водили, и теперь подлодка, и... Блин, пипец просто какой-то. Так, там потом поворот будет направо. Главное тут вот сейчас не шмякнуться ни во что. Ну, тут более-менее хорошо видно. А прикиньте, где-нибудь такое на самом деле есть. И тут ко мне врываются в СРУшники такие. Он раскрыл наш план. Неведленно арестуйте. Короче, тут Бионто Соус превратился... Превратился в Сому. Ой, Сома, такая игра потрясающая. Просто обалдеть. Япона мать! А что мы врезались? Вон, видишь огни. Ты это убери, ты это убить, сядь! Мне кажется, они нас не рады видеть. Надеюсь, это не вопрос. Жастик, в котором действие происходит в заброшенном деревенском русском доме. Доплыли. Доплыли. Я впечатлён. Я впечатлён. Другие бы давно раскололись. Возможно, муки товарища развяжут тебе язык. Мои вопросы простые. Скажи, кто вы? Кто вас послал? Как вы узнали про эту базу? И что произошло, когда ты прошла через защитное поле? Ничего не говори, поняла? Моё имя Холмс. Джоди, нет. Джоди Холмс. Агент 8-9-4-7-3-2. Я из ЦРУ. Всё равно они все умрут. Так, в ЦРУ прознали о наших экспериментах. А что за существо попалось в защитное поле? О, блин. Мы связаны. Я с ним родилась. Интересная фигня. Возможно, то, что мы сейчас об этом всём сказали, возможно, это сейчас мне как-то аукнется. Может, даже в хорошую сторону. Потому что ничего не говорить было слишком очевидно. Я хочу посмотреть, как будет вот в такой ситуации. Что дальше? Ищем конденсор, взрываем, уходим. А есть у тебя конкретные идеи? Нет. Она что-нибудь придумала? Можно подумать, у него есть идеи. Он пока только жалуется и ничего не говорит. Водяк! Дети, от тебя огощаемся! Помогите, нещичиная! Сука, прощите! Да, это похоже на китайский. Явно не японский. Японский совсем не так звучит. Я люблю людей, которые путают японский с китайским. Джоди, не подходи к ним близко. Мы не можем тут ждать. Ни, олай. Фонсани да учи! Моя твой, не понимать! Не стр... Понятно. Ну, понятно, так они и попали. То есть, вот это было защитное поле, где они... То есть, они вырвали Айдена. Джоди! Джоди, что это? Охренеть! Мы лишили Сайдена. Это проблема! О, чёрт! Надо теперь чё-то придумать. Надо сломать поле. Чем скорее, тем лучше. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Так, что-то какая-то проблема У нас возникло, я не совсем понимаю, что нужно сделать Но я думаю, до меня сейчас допрет Подождите Да, да, сейчас мы всех убьем Так, надо бы его как-то вот здесь Чувак конкретно не понимает, что с ним происходит Так, давайте, я не знаю, гаечный ключ возьмем Огреем его гаечным ключом Да здесь я пытаюсь Сейчас Айден все сделает Это за то, что ты меня Вот так вот Теперь автомат омой Теперь моя перестрелять всех китайцев Так, спокойно, спокойно Я немножко с ума сошел Господа, спокойной ночи Все, Айден, гони О, блин Что происходит? Кажется, я понял, в чем проблема Э-э-э, тихо-тихо Ты здесь Скорей Освободи меня Че, че тебе сделать-то? Те че сделать-то надо? Те че сделать-то надо? Надо найти Райана А где его искать? Райан? Райан, ты там? Ой, теперь ему еще коленки лечить Скорей Как ты? Как ты? Ты проявля хочешь? Давай Давай Чувак, который хотел приключений Так, в порядке Вернись к лоткам И жди там Через 15 минут уходи без меня Рехнулась? Вся база разрушена Надо уходить пока можем Врата же открыты Если мы их не закроем Оттуда полезут существа Нет, слишком поздно Надо уходить Выбора нет Сам знаешь Выбора нет Взрывчата Она осталась там, где нас допрашивали А где вас допрашивали? Кто? Сука? Антандо Могви Че материшься? Прикончу, блюдка С удовольствием Кто тут у нас спрятался? Ага Кому воздуха не хватает? Тебе Тебе Ох, черт И дрить И дрить Колотить Они похоже Откуда-то Отсюда вырвались Вот блин Куда идти то? А Все правильно Надо было просто тут побежать по прямой Наверное А может быть и нет Да может быть ворона Так По-моему здесь нас проводили Это был вот этот самый защитное Защитное поле здесь было Нет Типа не сюда А куда тогда? Не люблю Когда в этой игре приходится много бегать Короче, они сюда тоже Блин Это Это лифт Это лифт Так, здесь мы убили того парня Так что похоже единственная дорога это сюда Нет Нет И куда тогда? Все-таки к воде? Просто это как-то странновато мне кажется Тут я изучал все А это костюм Что-то как-то до меня сразу не доперло Вот теперь доперло Айронмен 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 Джоди Старк А теперь на Джоди Старк Будет ядоматно Куда я денусь ли? Я имею в виду Я имею в виду если б я была этим Айронмен 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 Тихо прёмся мы Тихо прёмся мы потом Обалдеть как непривычно На ютубе смотрю Beyond the Souls по полчаса А тут уже час шестнадцать Ага Час семнадцать уже даже обсказал Да, кстати, насчёт того, что они наверное не отстанут Про Локта помните игры? Помните с чего всё начиналось? С того, что её пытались Что она снова в бегах Или это не оно было? А, нет, 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 нет Я вру, я вру Это уже после всё происходит, точно Потому что Пролог Она в какой-то непонятной жиже стоит И рассказывает про себя Короче, грубо говоря Пролог как в Фаренгейте Да всё Лахешно Кажется Это оно Я очень на это надеюсь Потому что иначе у меня нет идей Нет, меня камера упорно направляет идти вон туда Ага А развернись, пожалуйста Только бы мне здесь сейчас мешать не стали Только бы мне здесь сейчас мешать не стали Я вон там взрывчатку Я вон там взрывчатку не вижу Короче, у меня есть подозрение, что Мы заканчиваем игру уже Совсем немножко осталось А А Тут уже лежит Тут уже есть взрывчатка Так А мне вон туда Вон туда Вон к той штуке мне надо идти Спайдер Биг Спайдер Биг Спайдер Биг Спайдер Биг Спайдер Биг Три минуты Пора валить А А Вот она и ускорилась Все Валим Валим, бегом отсюда Здрасте А я ж вас убью А, нет Ты другой какой-то Ну, начинается Давай Беги, девка Беги Беги Может мне хотят Сказать, что Мол, Айдена используй Беги Давай Лезь Залезай Лезь 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 Блин, сейчас ветер вонет Нужно дальше бежать Т break Ты у меня здесь сдохнешь Черт Крэта Величайше открытие Когда либо сделанное Человеком Уч salir и Из за тебя Запада А нюкар Ах ты скотина! Что ты истеришь? Не фона, мать! Мне кажется, его сейчас сожрет эта штука. Если она, конечно, ест людей. Ты дурак? Ой, ёпона мать! Криком-то по роже. Глобный, э! А куда? В какую сторону можно было? До встречи. На той стороне. Твою мать! Я же сказал, его сожрет эта самая. Ура! Мне спасла тентакли. Невольно вспомнился финал Dead Space. Ну это канон, просто по канону. Беги, девка, беги! Да что ты за меня цепляешься, придурок? Вставай, беги! Да что ты за меня цепляешься, придурок? Вставай, беги! НА АСТРАНЦИИ Фу Бездна, а возможно этим и вдохновлялись Кстати, да Есть похожие элементы Беги-беги-беги-беги-беги-беги Я жму на кнопку максимально быстро Не падай Ох ты, пипец, сейчас был бы Небось, кинул тебя Он же опытный Ну ладно, ладно Он лучше, чем я о нем думал Что, думала я тебя брошу, а? Все, валить отсюда надо Сейчас еще, небось, мы управлять будем Кстати, мне кажется, прошло больше трех минут Так, их что, сейчас туда засосет, что ли? Что случилось? Приехал Двигатель накрылся Здесь пробоина, мы утонем А еще мы умрем Мы не очень глубоко Что, попробуем так выплыть? Да Охрененно, здравая мысль А давление, не, ничего Мне кажется, тут будет очень сильное давление Ну ладно Их не убило Все-таки получилось, да? Слушайте, прикольно Я боялся, что их унесет По ту сторону На ту сторону, пардон Мне просто сказалось, что они глубже находятся Поэтому я и подумал, что там должно быть давление Все-таки такое, весьма серьезное Да, ребят, в майке из воды вылезли И сидите на морозе Как я ненавижу холод Корабль какой-нибудь залезьте Ну, конечно, залезь Прости, я вел себя как идиот Знаешь, я ведь так и не сказал тебе Я люблю тебя, Джоди А ты, Джоди? Ты меня любишь? Вы что такие вопросы предлагаете? Ладно, давайте для драмы Блин, я не успел Я не успел нажать Слишком сложный выбор Ну, какая тут любовь может быть? Ну, прямо Нет, ну а где подкрепление там? Я не знаю Вот эти вот дебилы, которые в доме сидели Где все-то? Почему они двое вообще там оказались? Что так? Да вот я о том же Ну, наконец-то Вспомнишь дебилов, они тут же приходят Логово дракона Помимо вас, другие игроки также Вы получили приз Агент 8-9-4-7-3-2 Я люблю получать трофеи Для того, чтобы проценты отображались Вы должны войти в сеть PSN Пользователи учетных записей с возрастными ограничениями Че? Че за бред? Я в PSN Че за дурь? Призраки, вы че хотите сказать, что игра еще не закончилась? Мне казалось, что это был идеальный финал Спи, принцесса Как Нейтан Когда я его увижу? Я не знаю, зайка Он три дня не выходил из кабинета Понятно, это после событий Я любил жену и дочь больше всего на свете Давай попробуем завтра Хорошо? Слушайте, я начинаю понимать, зачем Нейтану Почему Нейтан так взялся за это дело Очень серьезно, после смерти дочери и жены Он хочет их узнать, что с ними на той стороне Я гений До меня до самого доперл Че, Иксу? Опять 25, здрасте Иди к Нейтану, че-то к девке-то лезешь Ну ладно Окей, это не прикольно Это че-то не смешно Ребята, напишите что-нибудь в чате, чтобы я видел, что трансляция все еще идет А то меня немножко напугало, что у меня вылет из ПСН Все норм, ну отлично Джонди, что ты бродишь среди ночи? Ложись спать А уэлем и Дефо, слушайте, идет борода Обалдеть Я его никогда с бородой не видел Ему идет, надо сказать Не грусти, папа Что? Что ты сказала? Он выскочил Мама не успела свернуть Было не больно Хватит, Джонди Совсем не больно Ты слышишь? Прекрати Мы здесь, Нейтан Мы рядом с тобой Кэрид Лора Мы любим тебя Всегда будем любить Говорите со мной Джонди Пусть они вернутся Скажи им, пусть вернутся Не могу Они ушли Прошу Останьтесь Останьтесь Я так скучаю Я не могу без вас Субтитры сделал DimaTorzok Да, тяжелый момент Черное солнце Я так понимаю, что вот это уже последняя глава Конденсор в Казирстане уничтожен И врата недоступны Теперь только у нас есть доступ в инфромир Перед нами открываются новые стратегические перспективы Мы запустим новые программы с целью поиска источников энергии и разработки вооружения Мы уже знаем, как привязывать существ к солдатам И это только начало Это гораздо важнее, чем ядерная гонка и освоение космоса Мы обнаружили новый мир И теперь мы не можем Это начало новой эпохи для нашей страны Вы больные на всю голову, уроды Они вот вообще понимают, что они могут сотворить с этим делом Какую они ошибку могут совершить Подождите, у них что, погоны? Ух ты Однако Ну уже вы и на том спасибо О, да, Эдра, привет Успел Как дети малые с новой игрушкой Решила уйти, а то бы меня стошнило прямо на ковер Мы в этом участвовали Все же я зря согласилась Я думала только о своей свободе, а это глупо Куда ты теперь? Неужели они отстанут? Уеду как можно дальше отсюда Ой Блин Постараюсь забыть о кошмаре, каким была моя жизнь Я промахнулся пальцем мимо кнопки Нажал не то Я про нормальную жизнь хотел сказать Я пока им ничего не ответил, но стоит подумать У нас с тобой все было сложно Я совершил ни одну ошибку Это мягко сказано еще Попробуем заново Начнем с чистого листа Мы с тобой Столько всего пережили Вместе вдруг получится Ой, ну ладно Можно рискнуть Че, она опять к бомжам, что ли, пойдет? Пускай уж так Больше всего я хочу, чтобы ты была счастлива А прошлое забыли Ну погнали Забавно, что я озвучиваю тот же, что и Эйдена в Хеверейне Да Да Надеюсь, да, Эйдена это тоже дойдет Меня напрягает, что у них вот эта штука за окном Так, а где комната Нейтана? Я че-то забыл Ну меня как бы потихоньку камера подводит Вот мы и пришли Позвони мне, как закончится Ага Что бы он ни сказал Осторожно Почему такое предостережение? Это было странно Пойдите Джорди Я так рад, что ты цела Я свое слово сдержала Очередь за ЦРУ Ну, с точки зрения ЦРУ Тебя больше нет Да ладно Они сдержали обещание Че-то даже не верится Ты теперь Элизабет Норд Новая жизнь, новое имя 500 тысяч долларов Похереть Это за твою работу Начнешь новую жизнь Конечно, принять Спасибо Да, не такого я ожидал Вот тебе 500 тысяч баксов Спасибо СПС Джорди, пока ты здесь Я хочу тебя попросить Когда Моя жена и дочь 15 лет назад Погибли мамари Я не хотел жить Я плакал Бился башкой На стены Спрашивал себя За что, за что Почему они Я не мог больше обнять их Это рано не заживало Но я встретил тебя И вдруг понял Что они все еще здесь Со мной Просто я их не вижу Что он задумал Правительство дало мне все Что нужно Для изучения инфромира Их интересовало Военное применение А я хотел Вновь увидеть семью У меня ушли годы Но, наконец, удалось создать Вот это Девочки мои Родные мои Прихожу к ним каждый день Скоро мы будем вместе Я готовлю Я готовлю новый Конденсер Который позволит нам Общаться с духами Ты уверен, что это Хорошая идея? Беседы с умершими Представляешь? А зачем тебе я? Ты поможешь поговорить с ними? Я хочу Слышать Хочу рассказать, что делаю Пока конденсер не закончен Только ты на это способен Они не очень похожи на счастливых Нейтан Нейтан Они умерли Теперь они будут в мире Оттуда их уже не вернуть Прости, я Не могу помочь Я не слышал Их уже Пятнадцать лет Со дня Когда их голос Говорила девочка Ты Ты Я Джаг Прошу тебя Блин Что же вы такие выборы Там не даете? Сложно Да, это так Продолжение следует виновату Эллина, милая, я так скучал. Пусти нас, Нейтан. Нам больно. Дай же нам уйти. Дай нам умереть. Нет. Врёшь, дрянь? Кэлен так не могла сказать. А ты обернись и посмотри. Их разрывает между двух миру. Ты всё врёшь! Не, правда, они любят меня и снова хотят быть за мной. Чувак. Нейтан, я тебя понимаю. Да что ты можешь понимать? Ничего, ясно? Прощай, Нейтан. Отпусти свою боль. Неужели он сам не видит даже, как они выглядят? Хочешь воссоединиться с ними? Убей себя. Это единственный выход, скажем так. Чё-то я боюсь, что сейчас чё-то произойдёт нехорошее. Он, похоже, уже с ума сошёл из-за потери. Он, блин, это насколько надо было маниакально бредить вот этой идеей столько лет. Я боюсь, что он сейчас реально там застрелится. Ведь, видите, чё-то продолжается, чё-то происходит. И мне это не нравится абсолютно. Он ведь этой постройкой конденсора... Какого хрена? Отпусти-то, не конец, но, блин! Я так и знал. Здравствуй. Здравствуй, Джонни. Ты поставил нас в трудное положение, и тебя... Нельзя отпустить. Убить тоже нельзя. Кто знает, кем ты станешь. Выход из этой ситуации лишь один. Мы введём тебе нейротоксин, который погрузит тебя в вечную комму. Скотина, блин. Простое и элегантное завершение нашего сотрудничества. Прощай, Джонни. Мы всегда будем тебе признать. Я вас убью. Ну вы, пацаны, допрыгались. Я вас всех убью. Давайте только вот без дерьмовых концовок. Я ведь всё понял. Решение было у меня перед носом. Помоги, Нейт. Я осуществлю мечту человека. Теперь больше никто не умрёт. Больше никто не лишится близких. Не, ну точно. Типичный персонаж Уильям Адафо. Ты идиот. Жизнь и смерть. Вместе в одном мире. Ты идиот. На той стороне не только души. Я победил смерть, Джоди. Всё теперь будет хорошо. Ты что, не веришь мне? Да ты конченый. Будет хорошо. Ты поехавший. Одна твоя идея круче предыдущей. Сначала она дохлой семьёй издевается. Теперь ещё и... Блин, Айден, давай спасать. Спасай, спасай Айден. Айден. Эм. Айден, давай. Ой. Ээээть. Ой-ёй. Ой. Извиняйте. Ты слаб, Айден. Талант, ты чё, всё... Придумай что-то. Я всё сделаю. Всё я сделаю. Помоги. Скорей. Да, ребят, спасибо. Нос чешется. Где-то глубоко. Ну пипец они... Блин, он чокнутый. А где же остальные? Винс и Ник? Вы вольнительные. Полагаю, валяются где-нибудь на пляже. Везунчики. Блин. А мне тут надо пару писем отослать. Надеюсь, ты не возражаешь. А потом поступим. Чё-то такое сделать. Ага. Ребят, до вас ещё не дошло. Ребят, до вас ещё не дошло. Алло. Алло. А вот та самая бутылка виски. Ребят, вы никак не поймёте, что ли? Блин, какие вы тупые. Да, 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 да. Это чё, Айден? Это не смешная шутка. Чёрт. Что, Айден? Где Джоди? Им надо дорогу показать. Веди нас. Блин, надо как-то, не знаю, стул толкнуть. А дальше? Сюда. Ну, наконец-то до них допёрло. Давайте, парни. Спасаем девку. Нам надо ехать на лифт, так? Да, точно. Хороший этот парень, Айден. Чёрт, охранник. Я разберусь. Я вас слушаю. Коул Фриман, у меня допуск третьей степени, он сам. И он телепортируется. Простите, мистер Фриман. У вас нет разрешения для входа на этот этаж. Может, в виде исключения? Коллега хотел посмотреть. Простите, но... Это зона четвёртого уровня секретности. Вам доступ запрещен. Айден, давай сделай чё-нибудь. Давайте задушим его. Сделай что-нибудь, Айден. Да я понял. Надо придумать. Не, мне определённо нравится играть за Айденом. Коул Фриман и Райан Клэйкер. Давай проверяй, мужик. Точно. Вижу вас в списке. Как тебя ещё не уволили? Проходите. Спасибо. Быстрее, Айден. Веди к Джоди. Ты всё громче бы это сказал? Так, а дальше? Веди к Джоди. Продолжение следует... Продолжение следует... Здесь, ребята, здесь. Джоди здесь? Джоди. Джоди. Фух. Хочет отключить защитное поле. Что? Зачем ему это делать? Он спят. Надеется вернуть свою семью. Надо ему помешать. Кажется, мы опоздали. Защитное поле. Боже, он это сделал. Отключил! Справишься? Эйди. Да. Да. Ты какой сама? Хотя, ладно, ты и сама можешь. Ну да! Быстрее! Здесь! Нужно! Нужно всех! Срочно! Да, начинается очередной эпизод по Half-Life. Да не застревайте в проходах, что ж ты, я не знаю. Понятно. Да, хорошая идея, в лист садится. Может быть, мы успеем включить его. Если еще не поздно. Почему у Уильяма Дефо почти во всех ролях он в конце сходит с ума? Это вот правда, вот почему так. Забеги что ж ты творишь-то, твою мать. Не работает! Неужели Нейтан сам не помнит? А не пошел бы ты нахрен, сукин сын! Молодца! Я подаю в отставку. Ну, наконец-то! Все тут сдохните! Мы все тут сдохнем! Да! Все правильно сделано. Что сделать-то? Что делать-то? Что делать-то, мать твою? Что? Не работаю. Конденсор не остановить, и поле не включается. Ничего уже не сделай, нам надо валить, пока не поздно. Стоп. Есть еще один вариант. О, господи, как я не заметил-то этот проход. Времени нет! Да быстрее твой ум, а что тормозишь? Что это такое? Переносное защитное поле. Надеюсь, продержится, пока дойду до конденсора и включу самоликвидацию. Ну и теперь ему тоже ничего не остается, как тоже пойти вместе с ними. Всегда знал, что умрёт. Да, учитывая его образ жизни, он точно должен был помереть именно в таких условиях. Чёрное солнце в центре купола. Туда никто ещё не входил, так что неизвестно, что нас там ждёт. Сколько времени у нас будет до самоликвидации? Система не рассчитана на запуск вручную. Взрыв произойдёт сразу же. Мы не вернёмся. Я уже не помню, честно говоря, до Эдра вот этого момента. Но, возможно, да. Я плохо припоминаю, что я не говорю. Но на Марс, ну, снова привет. А ты уходил, что ли? Вперёд! Го-го, Пауэррэнджерс! Го-го, не подходи к ним близко. Да я уж понял. Идём! Успел? Они нас видят! Бежим! А по-другому и не выйдет. Побежали! Зашибись! Чёрт! Чёрт! Идём! Идём! Тут уже ничем не поможет! Эй! Надо выбираться. Так, я не понял. А можно было к нему вернуться? Или у меня управление перехватили? Или чё было-то? Ой, японо мать! Сейчас все, чувствую, здесь подохнут. Побежать! Да не гони. А запирать-то себя там зачем было? Ой, блин. Ну вы долбанутые. Просто какой-то пипец. Господи. Просто иди вперед и слушай. Обалдеть. Вот это сейчас вообще крипово. Кто это? Души. Заплудшие. Они тут повсюду. Я знаю. Просто жуть. Ой, мальчик. Я его потеряла. Ты его видела? Нет. Нет, Лиан. Ну, замечательно. Я очень надеюсь, что он ушел. Господи, это же Нейтан. Ай, воззвать к сердцу. Ты блуждаешь по тьмам. Как и эти души. Сгод заставила тебя забыть, кто ты. Твои жена и дочка умерли. Их уже не вернут. Я скучаю. Я скучаю по ним. Я уничтожу конденсор. Хочешь помешать мне? Придется меня убить. Я так и знал. Господи, как же мне вас не хватало. Ты сразу так сделать не мог? Ты зачем весь мир подверг опасности, придурка кусок? Только ты можешь все исправить, тети. Конечно, ты ж все наворотил. Теперь девке все делать. Охренеть. Воссоединение спустя 15 лет. А дальше у них вечность. Здесь почему-то уже не так много душ. Ну, начинается. Начинается экшон. За что боролся, на то и напоролся. Вот я просто не понимаю, почему он не мог сразу себя застрелить, если он знал, что этим все и закончится. Зачем надо было подвергать весь мир опасности? Отключая защитное поле. И почему у них не было никакой защиты от отключения защитного поля? Без поясов мы бы пропали. Мда. У меня защитная поля не работает. Что? Точно? Проверь сигнал. Черт. Говорю тебе, не работай. Черт. Так, так, так. Надо что-то придумать. Так. На, у тебя больше шансов уничтожить солнце. Возьми его и иди. Нет, эти твари тебя зажрут. Надевай мой пояс и уничтожь конденсор. Уходи, пока я не передумал. Ну пипец. Просто какой-то пипец происходит. Звезда по имени солнца. Зачем щиты нужны, если они ломаются? У-у-у-у-у. Здрасте. Это вы из-за ада приперлись? Мы убедем тебе мир, а не си. Это что, ее воспоминания? Ничего не поздно. Кстати, у Нейтана на теле тоже пояс со щитом был. Вот его, возможно, найдет Райан. Господи, у меня пальцы уже... Пятачок-то какое-то неправильное солнце. Ааа, блин, я уже устал нажимать. Хватит! Меня тошнит уже от твоих выдумок! На этот раз ты у меня получишь! Подождите, меня знаете, что напрягает? Она видит свою жизнь. Она видит свою жизнь в обратной перемотке. Это навевает на неприятные мысли. Что происходит, мой близнец? Такое, видимо, мы не смогли... Мой сын! Покажите мне сына! Был близнец? Так вот кто Айден? Ее брат? Мой брат. Мой близнец. Вот это поворот. Погибший. Я думал, что это ее отец мог быть. Просто... О-о-о-о! Как красочно! Это не то ли дерево из Фаренгейта? Айден. Так. Стоп. Мы не могли расстаться. Он голый? Наши души связаны. Господи! Кейдж! Твою вать! Я не могу воспринимать эту сцену драматически, потому что он голый. И че это? И куда мы попали? Не, ну... Я выбираю свет, я не знаю. Тьма меня напрягает как-то. Та сторона. Другой мир. Стать ветром, звездами, вселенной. Вечность Сайдена мы теми, кого люблю. А с другой стороны что? Умереть еще успеем. Давайте в реальность вернемся. Успеем еще помереть. Жизнь, конечно же. Все равно по ту сторону она еще успеет уйти. А у нее еще вся жизнь впереди. Мне кажется, это самый логичный выбор. Я надеюсь, они не умерли, потому что я выбрал жизнь. Что? Злой дантист, трейнация. Привет. А Айден, скорее всего, уже все ушел. А Айден? А Айден? Теперь он по ту сторону. А если б я выбрал другую концовку, интересно, что бы было. Да что ты ревешь? Теперь-то ты знаешь, что по другую сторону все души живы, так что... Да, расставание будет долгим до конца жизни, но, блин, потом-то... А теперь ПСН вдруг внезапно заработал. Очень странно. Вы не спасли Ковала. То есть... То есть... То есть я мог к нему прибежать и спасти его. Замечательно. Я даже не сообразил в этот момент, что у меня было управление. Вы ответили на признание Райана взаимностью. Тридцать девять процентов. Ух ты, я в мишинстве. Райан выжил непро... Вы выбрали жизнь. Надо же, кто-то выбирал. Айден все, он покинул ее. Вы бы взяли... Вы взяли деньги ЦРУ. Вы убедили Докинза покончить с собой. Я не убеждал его покончить с собой. Я просил его остановиться. Вы отключили черное солнце. А что, можно было не отключить? Ух ты, интересная фигня. И эпилог. Ребята, эпилог. Ой, блин, как мне нравятся такие места. Я бы вот в таком домике жил бы. С тех пор, как черного солнца не стало, моя память растворяется. Я слишком долго пробыла на той стороне. И это разрушает мой разум. Стирает то, что осталось. Воспоминания перемешались. Они медленно тают. Забываются, как сон поутру. Я не чувствую времени. Уже не знаю, что было до, что после. У меня в голове все происходит одновременно. Словно смотришь один и тот же фильм снова и снова по кругу. Хаос, нагромождение картинок. И я днем и ночью все записываю. Переношу свою жизнь на бумагу. Если я все забуду... Страница заменит память. С момента событий прошло три месяца. И расследование продолжается. Власти твердо намерены выяснить, что послужило причиной гибели 283-х человек на военной базе Пентагона. Представители руководства заявили, что работает рука об руку со следователями, сообща, пытаясь пролить свет на эту трагедию. В ЦРУ пока оставили меня в покое. Наверное, им сейчас не до того, спешат построить новый конденсор. Они ни за что не прекратят эксперименты. Теперь они знают, что на той стране. Если честно, мне наплевать. Мне нужно налаживать свою жизнь. Жизнь без Айдена. Сколько я себя помню, я мечтала пожить без него. Одна. Я так хотела стать свободной. Моя мечта сбылась. И как же я теперь несчастна. Как будто от меня отрезали кусок. Все время плачу. Знаю, это глупо. Черт. Я скучаю по нему. Это не то ли самое кладбище из Хеви Рейна? Коу Фримен. Прошли месяцы. Месяцы ничего не делания. Я очнулась. Пришла пора. Начать все заново. Строить новую жизнь. А я не знаю, что ты сидишь, депрессируешь несколько месяцев. Зои, Джей, Райан. Господи, ну Райана же не просто так спасали. Согласились же с ним. Вперед. Это было очевидно. В глубине души я всегда это знала. Мне просто нужна была тишина. Чтобы услышать это чувство. Все-таки вот в игре очень симпатичная играть. Я не сразу поняла, как сильно люблю Райан. Я ведь столько времени была одна, что... что забыла, каково это любить. ГОВОРИТ ПЕЧАЦИИ 10 Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Aiden? DimaTorzok 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 Автор сценария и режиссер Дэвид Кейдж Ну что, господа, на канале завершилось прохождение Beyond Two Souls за гранью Две души от Quantic Dream и от режиссера Дэвида Кейджа. Что хотелось бы сказать по поводу игры. Честно говоря, я не ожидал такого подфинала. Короче, сейчас попробую с мыслями собраться правильно, потому что в финал сейчас был, конечно, грандиозный, пафосный и мощный. Помимо нее еще кто-то стоял. Мне кажется, это стоял Райан. Короче, к игре у меня были серьезные претензии, потому что у игры получилось как-то 50 на 50. И получалось выстроить достаточно... Грубо говоря, отсутствие... То есть какие-то сцены были затянуты, какие-то сцены ломали правила золотого сечения. Сейчас объяснем. Завязка, кульминация, развязка. И вот эта кульминация, то она скакала периодически то там, то здесь. И мне кажется, даже если проходить игру в режиме хронологии, все равно она будет скакать, как я не знаю что. Некоторые сцены из-за слишком большой длительности делали серьезный просад. Но при этом... Ну, собственно, в данный момент... Вот как бы у меня было ощущение... Вот достаточно двойственное было впечатление от игры. Как бы 50-50. С одной стороны, мне нравятся какие-то сцены классные, интересные. А некоторые сцены... У меня прям... У меня была мысль... Да когда же это, блин, уже наконец закончится? Чего я не могу, например, сказать про Heavy Rain, в котором напряжение было на протяжении всей игры. Там постоянно держался уровень напряжения. Постоянно вот это вот... Там еще потому, что из-за того, что... Постоянное увеличивающееся количество осадков. Постоянно уходящее время. Оно как бы прибавляло вот этого адреналина. Да и плюс к тому, что главные герои могли помереть в том или ином моменте. Это то и сюжет. Пошел бы без них. И вот это вот... Это было классно. Чего не могу, к сожалению, сказать про Beyond Two Souls. Очень дерганное получилось повествование. Где-то классно, где-то просад. Где-то... Ну, средненькое. А где-то прям вообще хотелось аплодировать стоя. В особенности аплодировать стоя хотелось на драматических моментах. У Дэвида Кейджа они получаются в разы лучше, чем фантастические или мистические моменты. Собственно, наверное, по этой причине весь Heavy Rain классный. Потому что весь Heavy Rain это драма. Это психологический триллер. В то время как здесь все-таки все завязано на научной фантастике, мистике. И вот, например, эпизод с бомжами. Он был просто потрясающий. Опять же, эпизод, когда... Эпизод, когда... Господи, Нейтан узнает о смерти своей семьи. Это тоже очень тяжелый и такой классно поставленный эпизод. Такие вот эпизоды, они очень классные. И вот... И вот... Но вот сейчас вот именно вторая половина. Здесь такое ощущение, что все-таки... Где-то местами... Как так выразиться-то правильно? Мистика и фантастика, которая пошла вот сейчас ближе к финалу. Особенно, когда началась вот именно часть с... Где герой Уильяма Дефо начал с ума сходить. Эта часть... Вот этот момент, где все замешано на фантастике и мистике. Он мне понравился. Он был классно сделан. Единственный вопрос у меня к Дэвиду Кейджу. Ну, нельзя в драматические моменты вставлять голых мужиков. Ну, нельзя. Ну, это же ломает все вообще. Вот я по поводу пункта... Господи, паранормального явления последнего, когда влог записывал. Там... Тоже, блин, голый буш... Ну, зачем это делать? Я не знаю, какую-нибудь одежку. Или сделал бы его там, не знаю, силуэтом каким-нибудь только. А не... Тут конкретно я вижу голого мужика, и мне просто ломается... Мне становится смешно. Вот этот момент он серьезно затупил конкретно. Я не знаю, мне не хотелось ржать. Я еле сдерживался. Хотя там такой момент, казалось бы, драматический. Ну, опять же, момент воссоединения... Воссоединение Нейтана с семьей классно был показан. Лично мне этот момент понравился. И... В общем, вот... И то, что Айден от нее все-таки до конца не ушел. Вот это в конце показали. Когда они показали вот в этот момент то, что он ей написал на песке, все еще с тобой. Мне кажется, я получил достаточно... Еще одно было посвящение в конце. Вы получили приз, убедила Докинза. Закат. Вы получили приз, закат черного солнца. Вы получили приз, выбрала жизнь. Вы получили приз, конец. Как меня сразу трофеями завалили. Так что вот так, ребят. На самом деле, вот... Ну, если по чесноку, то... Я игре, наверное, поставлю... Ой, ну... Ну, семь из десяти, но с двумя такими жирными плюсами. Почти-почти восьмерка. Просто из-за того, что серьезные были режиссерские просады. Были очень серьезные режиссерские просады. Я потом чисто для себя уже, наверное, перепройду игру в хронологическом порядке. Посмотрю, как она будет так восприниматься. А то я посмотрел в интернете. Многие писали, что для многих там совсем по-другому игра воспринимается, если и проходить ее в хронологии. Но... Да, и вот, кстати, очень классно хотелось бы сказать, что в игре действительно очень классно подтянута графика, даже по сравнению с тем же Heavy Rain'ом. Очень красивая графика, очень классно сделана мимика лица. Да, действительно, вот тот случай, когда актеры узнаются. То есть, когда ты точно знаешь, что... Ну, короче, да, восемь из десяти. Я Heavy Rain, наверное, да, и для себя перепройду, потому что я хочу трофеи повыбивать. Вот. Знал бы ты, как я тут мучаюсь с Bloodborne'ом для того, чтобы выбить трофеи. Потому что для того, чтобы получить трофеи Птумирианская королева Ярнам, нужно пройти лабиринты, а там какой-то трындец происходит. Там хлеще, чем Сиротой Коса. Ну, как бы это страшно не звучало. Ну, в любом случае, игре я ставлю 8 из 10. У игры, кстати, есть один огромный плюс. Это музыка. Музыка потрясающая. Очень классно сделана музыка. И вот, опять же, я видел... Даже здесь есть дополнительные материалы, где можно посмотреть, как создавалась игра. А то им видно, как... Вот просто я начал эту мысль и не закончил ее. То, что здесь реально, когда ты смотришь на персонажей, ты реально видишь актеров. Ты реально видишь внешность актеров. Ты видишь их мимику. Ты видишь их жесты. И это здорово сделано. Даже вот если, опять же, брать по сравнению с Heavy Rain'ом тем же самым. Там Сэм Дуглас классно был сделан. Прям один в один. Паскаль Лангдейл, который играл это на Марс, тоже достаточно похож. Хотя и есть некоторые нюансы, которые... Актер все-таки не совсем похож на своего персонажа. Я молчу про жену Гай Ричи, которая, собственно, играла... Блин, я забыл, как ее зовут. Журналистку. Вот она вообще не похожа на себя. Вроде бы рисовали с ее лица, но она выглядит не так. Я видел фотки, и она выглядит не так. Короче, вот так вот, ребята. Ну, вот, собственно, такая вот игра. Такое вот прохождение. Что-нибудь будет сейчас? Ну, все, в принципе. Ну, что ж, господа, если вам понравилось это прохождение, то подписывайтесь на Twitch-канал. А если вы на YouTube смотрели, то ставьте пальцы вверх, комментируйте, зовите друзей, вступайте в группу ВКонтакте. И подписывайтесь на Twitch-канал. На этом все. С вами был Артем. Всем всего хорошего. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok